МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на 5-м канале. Мои коллеги и я, Герман Токарев, расскажем о главных событиях прошедшего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги новогодних и рождественских праздников подвели в администрации города. В храме святителя Луки Крымского стартовала ежегодная благотворительная рождественская акция в рамках проекта «Дела милосердия». В Азове состоялось первенство Ростовской области по греко-римской борьбе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в городской администрации состоялась планерка социальных служб города, на которой подвели итоги новогодних и рождественских праздников, обсудили подготовку к оздоровительной кампании для детей из малоимущих семей и строительство двух новых школ. Все запланированные новогодние мероприятия завершились. Праздничные елки прошли согласно графику, дети получили сладкие подарки и посетили спектакли. Но впереди нас ждут проводы Старого Нового года. 13 января планируется проведение фестиваля Азовские Миланки. Это мероприятие уже традиционно проводится второй год в танцевальном зале городского дворца культуры и также в Большом зале ГДК будет проведен спектакль нашего гул-шоу. Вечером 13 января традиционно на протяжении многих лет проводится концерт, сольный концерт народного ансамбля песни и пляски танских казаков. Управление социальной защиты населения проводит прием заявлений от граждан, имеющих статус почетный донор на получение ежегодной компенсации, а также планируется проведение аукционов на оздоровительную кампанию для детей из малоимущих семей. Нам в самое ближайшее время необходимо проводить конкурсные процедуры по этому поводу. Закон 44-й федеральный, он каждый год меняется, поэтому в самое ближайшее время мы этим вопросом озаботимся, а также конкурсами по проезду детей к местам отдыха и обратно. Мы напоминаем, что у нас в радиазове эти расходы внесены в программу и оплачивается администрация, в отличие от многих других муниципальных образований. 3 января по плану продолжилось строительство двух новых школ. Сейчас по 600 мест проводятся только внутренние инженерные сети, кровлю. Вчера ветер был, их не было, а сегодня не начали кровлю. На 65% кровля уже готова. Слаботочка, благоустройство ограждения будут делать и монтаж лифтов. На 1340 фасад по корпусу первому и третьему. Второй блок они завершают кровлю устанавливать и проводят внутренние работы, внутренние инженерные сети и слаботочка. Что же касается ремонта школы номер 5, то подрядчик намерен приступить к работе завтра. Необходимое для этого оборудование уже завезено. Людмила Улихина, Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. 8 января в храме святителя Луки Крымского стартовала ежегодная акция «Подарок к Рождеству», в которой приняли участие прихожане церкви, меценаты и неравнодушные граждане города. Подробности у наших корреспондентов. В светлый праздник Рождества Христова настоятель храма святителя Луки Крымского Иерей Николай Юрченко организовал сбор сладких подарков для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в детских домах и интернатах города Азова и Азовского района. По традиции, 11 год подряд мы в нашей организации «Дева милосердия» собираем рождественские подарки. Мы предварительно закупаем шоколадные конфеты, сами собираем подарочки и развозим их по всем детским домам Азова, Азовского района. Также в этом году нам удалось поздравить не только детские дома, но и дома престарелых, и Таганрога, и Азова, и района. Благодаря пожертвованиям Андрея Сергеевича Кончевовского, который в этом году очень сильно помог нашей организации. Без внимания в рождественский день не остались и дети, прибывшие из Донецкой Народной Республики. Возможность подарить радость на Рождество, это как раз-таки есть настоящая радость. Это радость, которой нам зачастую не хватает в праздничные дни. Мы часто не чувствуем праздника, почему? Потому что мало совершаем добрых дел. Все, кто желают поучаствовать в этом добром деле, мы в январе месяце продолжаем также собирать подарки, поздравлять деток. У нас появилось 350 подопечных в Донецкой Народной Республике. Это дети из моего имущих семей города Макеевки и Синоватой, куда мы тоже передаем подарки. Все, кто хочет и может принять участие, можете принести конфеты, можете перечислить денежные средства, можете принять участие в сборе подарков. Все желающие могут принять участие в благотворительных акциях «Подарок на Рождество», позвонив по телефону 8 908 188 00 03. Юрий Бабенко, Анна Маркина, Азов.Инфо. В спортивном зале братьев Самургашевых состоялся турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Николая Монова. С 5 по 6 января в Азове прошло первенство Ростовской области по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир проводится на протяжении 10 лет на призы титулованного спортсмена, чемпиона Европы, серебряного призера мира, а ныне старшего тренера юниорской сборной России Николая Монова, который является одним из организаторов данных соревнований. «Проводя вот такого рода турниры, а первенство области является первичным отборочным звеном, дальше в отборочных соревнованиях, я имею в виду при попадании на первенство России, то я думаю, что вот именно формирование первичного звена, как первой ячейки, очень важно, и здесь переоценить тяжело этот вклад, который мы делаем. Поэтому для меня очень этот старт важен, как для организатора и тех людей, которые непосредственно проводят и имеют отношение к организации проведения турнира». Участие в первенстве области – это важный этап для каждого спортсмена, так как победители и призеры зачисляются в сборную Ростовской области, что в дальнейшем им дает право принимать участие в соревнованиях Южного федерального округа и в первенстве России. Кроме этого, самые перспективные спортсмены могут быть зачислены в сборную команду страны. «В соревнованиях принимает участие больше 200 человек, поэтому решение принято было проводить соревнования в два дня через весовую категорию. Сегодняшние весовые категории борются у нас до финальных встреч. Кто попадает в финал, уже будет борьба завтра. Точно так же завтра у нас начинается соревнование, в 8 часов взвешивания, в 10 – начало соревнований, и точно так же второй день соревнований проходит до финальных встреч. Финальные поединки у нас состоятся завтра». По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевали ростовчане, второе – спортсмены из Новочеркасска и третьи – борцы из города Шахты. Людмила Улихина, Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо Подводим итоги 2023 года. Предлагаем вспомнить самые значимые события, которыми запомнился минувший год в Азове. В Азов в феврале этого года впервые прибыл поезд Победы. Азовчане смогли посетить уникальную экспозицию. Музейные экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне, были расположены в вагонах и впечатлили жителей нашего города. 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, благодаря стовым и звуковым эффектам воссоздали захватывающие воздушные бои, массированные танковые атаки, картины похода солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. В марте в Азов впервые стал столицей народных гуляний на широкую Масленицу. Более 30 тысяч азовчан и гостей города приняли участие в ярмарке и дегустации ароматных блинов. Насыщенная концертная программа объединила творческие коллективы со всей Ростовской области. Праздничные гуляния завершились сжиганием пятиметрового чучела Масленицы и ярким фаер-шоу. В мае 2023 года возле отреставрированного здания бывшей мельницы торжественно открыли памятник купцу Буланову благодаря инициативе предпринимателя Андрея Васильцова. Композиция весит 800 килограмм и выполненная по архивным данным Азовского музея. Скульптура установлена в целях сохранения исторической памяти о деятелях, внесших неценимый вклад в развитие нашего города. Благодаря реализации национального проекта образования на территории города появятся две новые школы на 600 и 1340 мест. Строительство образовательного учреждения на улице Московской идет с опережением сроков и откроется в 2025 году. Школу в поселке Авиаторов благодаря совместным усилиям подряд на организации и администрации города школьники смогут посещать уже в следующем году. В Азове завершился капитальный ремонт многострадальной улицы Дружбы. Дорожные работы проведены на участке длиной почти в 4 километра. На всем протяжении появились тротуарные дорожки, съезды, новая линия наружного освещения, обустроены более десятка остановочных комплексов. Также капитально отремонтирована улица Мелиораторов. В процессе работ было выполнено усиление дорожного полотна, отдельные участки и проезжей части расширены, появились тротуарные дорожки. Следующим знаком событий стало восстановление дорожного полотна в переулке Степана Разина. У жителей восточного района города появилось новое асфальтовое покрытие, тротуарные дорожки и линия наружного освещения. В сентябре 2023 года после капитального ремонта своей дверь распахнула школа номер 3. Полностью обновлены все корпуса, благоустроенная территория, появился современный уличный спортивный комплекс. Во всех помещениях установлены новое оборудование и мебель. Всего в отремонтированной школе в настоящее время обучается более 800 детей. Конец года порадовал посетителей детской поликлиники на улице Ленинградской. Здесь появился фильтр для детей с температурой. Благодаря реконструкции старого здания потоки здоровых и заболевших юных пациентов теперь не будут пересекаться. В декабре 2023 года в Азове открылась первая модельная библиотека на базе детской библиотеки имени Чехова. На модернизацию помещений из областного бюджета было выделено 5 миллионов рублей. На эти деньги провели ремонт, приобрели современное мультимедийное оборудование и пополнили книжный фонд на 600 изданий. Привычное пространство распределили на зоны для каждой возрастной категории, а также создали уникальную образовательную среду для чтения и творчества. Завершит подведение итогов года результат деятельности муниципалитета. В этом году Азов уже в четвертый раз занял первую строчку рейтинга среди муниципалитетов Донского края. Правительство региона оценило работу администрации города по 40 показателям, основные из которых – это экономическое развитие, образование, культура, жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Азов уверенно удерживает свои позиции и охватывает новые сферы создания комфортной среды для жителей города. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения первого рабочего дня в наступившем году вместе с Пятым каналом. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В среду 10 января пасмурно. Температура днем минус 13, минус 7, ночью минус 6, минус 4. Ветер западный 3,7 метра в секунду, влажность воздуха 86%. Уровень воды в реке Дон на 6 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин